Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Это сложный, четко отлаженный механизм, в котором задействовано большое количество специалистов из разных служб. Сопровождение воздушного судна начинается с момента касания и продолжается до самого отрыва. Сегодня мы подробнее рассмотрим эти процессы и заглянем туда, куда в спешке пассажиры не обращают своего внимания. Наземное обслуживание воздушных судов еще называют Ground Handling. Оно включает в себя типовой перечень услуг, который был разработан на основе стандартов международных организаций ИАТА и ИКАО. Кроме того, у авиакомпании есть собственное руководство по наземному обслуживанию, которое содержит характеристики эксплуатируемых самолетов, а также требования по всем этапам сервиса на Земле. В каждой воздушной гавани этот процесс выстраивается по-своему. Где-то услуги оказывают хендлинговые компании, а где-то в структуре аэропорта предусмотрена специальная служба, как, например, и в Краснодаре, где мы снимаем. Контролирует все эти процессы специально обученный человек. На просторах страны можно встретить разные названия этой должности, например, агент перронного обслуживания, техник, специалист по наземному обслуживанию и другие. В аэропорту Краснодара этот специалист называется супервайзер. Если объяснять на пальцах, то как утес в море предназначен координировать действия всех служб по обслуживанию воздушного судна. Изначально осматриваешь стоянку, чтобы самолет ничего не засосал в двигатель, не попало ничего под колеса. Далее встречаешь его с помощью вот такого нехитрого устройства, определенными знаками. Ты руководишь заруливанием самолетом на стоянку. Останавливаешь, и с этого момента начинается наша работа. Процесс подготовки воздушного судна к вылету начинается с момента его прибытия на место стоянки и установки колодок. Кстати, в расписании, как премия отправления, указывается именно момент, когда самолет начинает движение с места стоянки, а не время взлета. Сразу после касания самолета перронным службам поступает полная информация о рейсе. И первыми на месте стоянки оказываются супервайзер, трап и автобусы. Интересно, что схема движения и расстановки перронной техники строго регламентирована приказом Минтранса Российской Федерации. То есть любая единица может расположиться только в отведенном ей месте. Это сделано, чтобы не было хаоса на перроне и никто друг другу не мешал. После остановки командир воздушного судна выключает двигатели, а в это время супервайзер устанавливает колодки под колеса и расставляет конусы, обозначающие габариты самолета, чтобы предотвратить столкновение с обслуживающей техникой. Практически одновременно к лайнеру подъезжает трап и начинается разгрузка багажа. На каждой единице транспорта, кроме автобусов, работает по два сотрудника. Один координирует движение техники, а второй и управляет. В это время супервайзер подключает самолет к наземному источнику питания, если это требуется, и начинает послеполетный осмотр самолета. Его задача внимательно обследовать фюзеляж на наличие повреждений обшивки. После того, как пассажиры покинули воздушное судно, за дело берутся мойщики летательных аппаратов. Именно так в аэропорту Краснодара называются сотрудники, которые делают уборку в салоне самолета. Кстати, снаружи моют лайнеры тоже они, но это уже совсем другая история. Параллельно начинается заправка воздушного судна. Сколько топлива потребуется на обратный путь, решает командир. Интересный факт, что некоторые авиакомпании не дожидаются выхода пассажиров, и топливозаправщик приступает к своей работе практически сразу после установки трапов. В таких случаях непоналеку от лайнера дежурит пожарная машина, это требование безопасности. И обязательно перед этой процедурой самолет нужно заземлить. Делается это очень легко. К нему прикрепляется металлический трос, на конце которого есть штыр, утапливаемый землю. На очереди заправка питьевой водой и бортовым питанием. Еду и расходные материалы типа салфеток на самолет поднимают при помощи автолифта. Заявка на питание передается в кейтеринговую компанию заранее. Так выглядит наземное обслуживание практически на каждом рейсе. Но есть и дополнительные услуги, которые выполняются по запросу экипажа. В их число входит обслуживание системы санузлов, сопровождение самолета к месту стоянки или наоборот к взлетно-посадочной полосе, а также обработка воздушного судна противообледенительной жидкостью в холодные времена года. О них службы аэропорта узнают непосредственно от экипажа по прибытию или в случае с обливом перед вылетом. Немаловажным элементом подготовки самолета к вылету является расчет коммерческой загрузки рейса. Он подразумевает определение объемов загрузки и выполняется за несколько часов до вылета. Предварительный расчет делают исходя из максимальной грузоподъемности воздушного судна и данных от разных служб аэропорта. Сколько будет пассажиров, питания, багажа и груза. Предельный объем коммерческой загрузки рассчитывает диспетчер по центровке. Он также определяет, каким образом нужно разместить груз в багажниках. От центровки зависит устойчивость самолета в полете и его управляемость. Воздушное судно практически готово к вылету. Пока пассажиры проходят на посадку или поднимаются на борт, если терминал оборудован телетрапами, багажное отделение лайнера наполняет чемоданами, грузом и почтой. А вот и буксир. Поскольку большинство самолетов не умеет ездить задним ходом, с места стоянки их выталкивают вот такие буксиры. И уже в зоне руления воздушное судно запускает двигатели. Самолет с буксиром соединяют водилу. Супервайзер вставляет специальное отверстие на стойке носового шасси металлический штырь, который деактивирует ее управление из кабины пилота. Например, на самолете Airbus A320 при использовании этого устройства носовое колесо может поворачиваться на угол до 95 градусов в каждую сторону, вместо 75. Благодаря этому и достигается неплохая маневренность, позволяющая разворачивать воздушное судно на ограниченном пространстве аэродрома. С разрешения диспетчера руления экипаж начинает запускать двигатели чаще всего уже во время буксировки. Это делается для того, чтобы меньше времени провести на рулежной дорожке, что особенно актуально для аэропортов с насыщенным трафиком. Если буксировка самолета не требуется, то запуск производится прямо на месте стоянки. Несмотря на всю серьезность процесса обслуживания, есть и трогательная часть со взаимодействием наземных служб и летного экипажа, когда супервайзер желает счастливого полета пилотам. Мы постарались показать вам весь процесс наземного обслуживания максимально подробно и близко. Поэтому нам будет очень приятно, если вы оставите под этим видео лайк и комментарий, чтобы мы знали, что вам понравилось. В следующем выпуске проведем предполетный осмотр самолета АТР-72 и заглянем в его кабину вместе с командиром воздушного судна авиакомпании ЮТР Антоном Артемьевым. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова